Интересная жизнь у частного детектива. Сегодня ты разыскиваешь любимого кота какой-нибудь дочери-чиновника и получаешь за это баснословные деньги, а завтра уже сидишь и думаешь, как бы заплатить за аренду, за офис, потому что все деньги за кота ты спустила на дорогущей виске, отмечая закрытое дело. Да, вам не послышалось, именно спустила. Всем добрейшего времени суток, меня зовут Мэровин и я частный детектив. Смесь британской и польской крови дала мне достаточно хороший аналитический склад ума, поэтому я могу работать в этой загадочной сфере. Так как я частный детектив, мой заработок напрямую зависит от количества клиентов. Прошло уже два месяца после моего последнего дела, а оставшиеся деньги я отдала еще вчера за аренду офиса. Оставалось надеяться только на чудо, и оно не заставило себя ждать. Мне позвонила моя постоянная клиентка Эмма Бристон. Своеобразная дама, достаточно ревнивая и очень вспыльчивая, но платит, платит она щедро. Каждые три месяца она обращается ко мне за помощью, чтобы я проверила ее мужа Альберта. На измену, с какими женщинами он общается и что скрывает. И всегда после расследования я прихожу к ней с хорошей новостью о его верности. Все женщины, с которыми он общается, это либо прислуга в доме, либо родственники. Но сегодня она позвонила вся в слезах и сказала, что через час будет у меня в офисе. По голосу я выяснила, что здесь дело будет идти вовсе не об измене, а что-то покрупнее. Но что? Скоро и узнаем. Как и обещала, ровно через час она уже была у меня. С самого порога Эмма не могла выговорить ни слова. Все, что я могла понять, это только имя ее мужа Альберта. Я угостила ее кофе, она немного успокоилась и после начался наш разговор. Неделю назад Эмма одна улетела в Испанию к своему отцу и спустя пять дней, когда вернулась домой, обнаружила ужасную вещь. Альберт был мертв. Как показала экспертиза, ему в вино подсыпали яд и он отравился. Как мне рассказала Эмма, в дом невозможно попасть посторонним, так как по всей территории стоит охрана. Она полностью отрицала тот факт, что он мог сам себя отравить, потому что он был очень счастлив и у него на это не было причин. Но я была не столь уверена, так как даже самые милые, веселые, добрые, отзывчивые люди могут быть на грани. Все камеры в доме были отключены заранее, поэтому это нам не поможет. Я начала расспрашивать ее про Альберта и узнала немало интересных вещей. Как оказалось, он был еще тем альфонсом, не работал и круглыми сутками сидел дома у камина и пил вино. А три года назад ее муж пропал на неделю и даже не звонил. Тогда-то она и заподозрила в его измене и первый раз пришла к моим услугам. По словам Альберта, он ездил к своим родителям в соседний город. А не сказал, потому что не хотел якобы отвлекать Эмму от работы. Хм, какой заботливый, сарказмом подумала я. Эмма вообще никогда ему ни в чем не отказывала. Он был как избалованный ребенок, а она мама, которая в любой ситуации сразу бежит покупать ему игрушку. Если честно, как человек, он мне не понравился, но дело есть дело. Я сказала Эмме, что все выясню. Она мне дала половину суммы и ушла. Первым делом я поехала в морг, чтобы пообщаться с экспертами. Там ребята были очень смышленые и рассказали все, что знали, а знали они немного. Отравление было произведено обычным крысиным ядом. Ну, что неудивительно для такого рода преступлений. И еще пил он много, поэтому состояние его печени, конечно, оставляло же от лучшего. Да, эти факты мне не сильно чем-то помогут. После этого я решила пообщаться с его родителями. Еще в офисе я уточнила, где они живут. Эмма мне сказала, что она не общалась с его родителями из-за ссоры, которая возникла между ними 4 года назад. Поэтому они еще не знали о смерти сына. Когда родители Альберта открыли мне дверь, я сразу решила рассказать эту страшную весть. На что получила ответ, который удивил меня даже больше, чем то, что у меня появятся деньги на оплату аренды. По словам родителей, Альберт умер еще 3 года назад. А вот и начались загадки, подумала я. Они меня даже отвели на могилу, где он похоронен. Это было очень странно и труднообъяснимо. Но я найду ответы. Дело становилось еще загадочнее. И сейчас у меня было много вопросов. Одни из которых это. Если Альберт умер, то кто жил с Эммой все эти 3 года? В эту секунду мне позвонили с морга и сказали, что у них для меня есть еще новости. Я попрощалась с родителями Альберта и поехала обратно в морг. Там ребятам мне сообщили просто невероятную, взрывную новость. Как оказалось, этот фальшивый Альберт когда-то делал себе пластическую операцию по изменению внешности примерно 3-3,5 года назад. Угу. Вот и факты начинают складываться. Интересно, какова будет реакция Эммы, когда она узнает, что 3 года она жила с чужим мужчиной? Наверное, ей не стоит это говорить, пока я полностью не раскрою дело. Единственное, что я у нее спросила, это примерная дата, когда ее настоящий муж пропал. Она сказала, что это 20-е числа сентября. С этой информацией я и отправилась в единственную клинику, которая занимается пластической хирургией в нашем городе. Там мне рассказали очень интересные вещи. Как оказалось, в тех числах оперировали двух мужчин. Они просто решили обменяться внешностью. В этот момент мой разговор с хирургами прервал звонок от Эммы. Она была в истерике и сообщила, что со всех ее счетов сняты все сбережения. Я ответила, что скоро буду. Взяла адрес одного из пациента и поехала к Эмме. Она мне все подробно рассказала. Час назад ей позвонили из банка и сказали, что со счетов сняты все ее деньги. Но это невозможно, потому что все пароли находятся в ее сейфе. Код, от которого знала только она и Альберт. И на этой прекрасной ноте я решила ей все рассказать. После моих слов она потеряла сознание. Когда Эмма очнулась, она просто заплакала. Ее можно понять. Три года жить с незнакомым мужчиной? И тут его кто-то убивает и неизвестно зачем и почему. Сильно много непонятного в этой ситуации. Но как многого? Кое-что я все-таки смогла узнать, пока Эмма была без сознания. Мой лучший друг детства, Антон, работает в спецслужбах. И через него мне удалось узнать, куда же был сделан перевод денег со счетов Эммы. Услышав адрес, я была в недоумении. Перевод был осуществлен в город, в котором жили родители Альберта? А точнее, даже на их имена. Чтобы не ехать туда одной, я взяла с собой подкрепление с оружием в целях безопасности, а нашу вдову попросила остаться дома. На месте можно было либо выбить дверь и ворваться без предупреждения, либо мирно постучать и поговорить. Так как это были пожилые люди, я все-таки решила сделать все мирно. Мы постучали, но нам никто не открывал. Тогда мы все-таки приняли решение выбить дверь. Но когда мы вошли в дом, там никого не оказалось, даже вещи пропали. В этот момент я услышала звук мотора. Выбежав на улицу, мы увидели, как родители Альберта и какой-то парень пытались уехать. Но как раз таки на этот случай я и взяла подкрепление. Они выстрелили по шинам автомобиля, и беглецам не удалось сбежать. Им одели наручники и затащили в дом, чтобы поговорить. Тут-то они все и рассказали. На самом деле, пять лет назад эти старики отправили своего сына Альберта соблазнить богатую женщину Эмму, чтобы в дальнейшем завладеть ее состоянием. Все шло как по маслу, и они даже поженились. Эмма очень сильно полюбила своего мужа, поэтому ни в чем ему не отказывала. Если точнее, она покупала ему все. Но доступа к финансам у него не было. Это и бесило родителей, что их сын не может у своей жены даже код от сейфа узнать. Тогда они приняли решение нанять специально обученного человека Виктора, который сможет выбить из Эммы все пароли и коды. В обмен на это пообещали ему крупный процент после проделанного дела. Они сделали пластическую операцию и поменяли Альберта и Виктора лицами. За три года он смог разузнать полностью всю информацию, и родителям он уже стал ненуженным. Поэтому старики прислали ему бутылку с отравленным вином. Так они устранили его, чтобы не делиться долей. В этот напряженный момент я услышала, как кто-то плачет под дверью. Открыв ее, я увидела там заплаканную Эмму, которая услышала все. В этот момент ее было жалко больше всего, так как никакие деньги не заменят ей мужа, который, как оказалось, был предателем и никогда ее не любил. Стариков и настоящего Альберта ждет жесткий суд по многим обвинениям, одно из которых это убийство человека, а все украденные деньги Эммы вернулись ей на счет. После этого она перестала доверять всем мужчинам, и ее можно понять. А мне заплатили большую сумму, и еще вдобавок пару сотен чаевых оставили. Как и всегда, я оплатила аренду, а через несколько недель прогуляла все деньги. И снова жду нового дела!